Детеныши некоторое время боялись выходить из коробок навстречу незнакомым людям. Но в итоге пришлось. Специалисты говорят, что переезд в новую среду обитания для животных всегда стресс. Но они быстро адаптируются и очень скоро привыкнут к изменениям. Пума, значит, когда-то она у нас жила, это 80-е до 90-е годы, потом, значит, по какой-то причине они у нас погибли. Мы сейчас ищем мальчика, возьмем, значит, мальчика тоже и дальнейшие они думают, что будет у нас размножаться. Детеныши Пумы зовут Кристина и Алекс. По мере взросления черные пятна исчезнут и окрас шерсти станет однотонным. Их в Шымкенский зоопарк привезли за счет спонсоров. Они, к слову, пообещали, что и дальше будут следить за судьбой красивейших диких кожек, обеспечивая качественным питанием. Пока котятам достаточно 500 грамм мяса в день. Зоопарк – это прекрасное место для родителей, чтобы они могли приблизить своих детей к природе. В этом райском месте они смогут понять разнообразие фауны нашей земли. Я думаю, что и другие предприниматели присоединятся к нам и сделают свои подарки и улучшат разнообразие обитателей нашего зоопарка. В ближайшие дни Шымкенский зверинец пополнится новыми постояльцами. В отряд диких кошек присоединятся сервалы. Всего в зоопарке обитают более 2000 животных 235 видов.